Он пришел. У нас сегодня здесь есть 2 часа времени, поэтому отслабывать не будем, никого не ждем. И мы сейчас начнем, собственно говоря, вот эту лекцию, на которую мы все пришли. Значит, лекция, как я говорил, она, конечно, бесплатная, но по нашей традиции, если кто-то хочет помочь, депутатик за ленту, то он может это сделать в частном порядке. Тема у нас сегодня такая. То есть мы вкратце рассмотрим вот эти 3 правовых системы, обычное право в Исландии и в Сомали, для того, чтобы увидеть на практике немножко, как работает вообще обычное право, то есть там, где нет никакого государства. Это, в общем-то, важно. Почему? Потому что обычно люди принимают на примерах. То есть когда начинаешь рассказывать какие-то общие принципы, то они как точно так в тумане видимо воспринимаются. А вот когда какие-то примеры приводишь, то это, как правило, речь. Ну, несколько предварительных подзамечаний. Обычное право – это правило, то есть это то, чем пользуемся все мы, в общем-то, всегда, везде, в любое время, при любых условиях. А вот то, как бы то, что мы считаем правом в этих государственных приказах, эти правила, они в большей степени могут исключить. А другое дело, что все уже смешалось, смешались куча и кольные люди, и очень трудно, так сказать, вычленить, вот там, где есть уже правительство, где обычное право, а где уже вот это право, которое придло на свет. Большое время, опять-таки, прошло много, где-то там пару тысяч лет уже, вот, то есть смешалось все очень сильно. Но, тем не менее, можно, в общем, деятельность обычного права, например, можно с уверенностью говорить, что все элиты во всех странах, они живут по обычному праву. Это мы с вами живем по закону, закон он для нас, вот, а у них внутри действует обычное право, и это очень хорошо заметно вот таких странах, как наше, потому что у нас все такое, знаете, детское, как бы, малоприкрытое, да, то есть там это в других странах тоже есть, но там это обычно более тщательно маскируется, а вот, допустим, такое явление, как ипотизм, он четко говорит о том, что эти люди живут по обычному праву. Почему? Потому что вот эта вот иерархическая машина, которая там, где есть вид закона, инструкции и так далее, и так далее, и так далее, она, в принципе, работать сама по себе не может, и поэтому предпочитают брать всегда родственников, потому что с родственниками есть отношения, и эти отношения регулируются обычным правом, и с ними иметь дело легче, вот, а если, если это вот инструкция, то, конечно, тогда работы же ничего не будет. Есть еще одно обстоятельство, почему мы говорим сейчас там об Ирландии, об Исландии, есть еще такая штука, это мышление вот этими пятнами государственными, да, вот вечный вопрос, а покажите, где в мире не было государства и где, значит, есть вот это вот обычное право, но везде есть, везде было, да, но когда вы пытаетесь это сделать, мы говорим, ага, здесь же государство, вот, вот, посмотрите уже давно, тут уже как бы существует, вот, в данном случае просто эти два примера хороши тем, что можно показать на карте, то есть это острова, вот, богом отделены, это, кстати, от других территорий, и вот в них уже этого государства не было, и их можно привести в качестве примера, то есть что Ирландия, что Исландия, ну, а сам они уже в силу, так сказать, другие расстоятельства. Ну, на самом деле, конечно, карта мира и другие, вот, именно таким образом, вот эти пятна, это, в общем-то, все плоды человеческого разума, а в реальности они имели мало отношений. Итак, переходим к Ирландии. Ирландия, как известно, это самый такой яркий пример без государственного общества, в силу того, что его в свое время распиаривал, так сказать, Ротборд, и оттуда оно уже пошло гулять, 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 именно вот в риберторианской среде. На самом деле, внимание к Ирландии, как именно в этом качестве, было привлечено еще в 19 веке, на волне вот всех этих национальных движений, и тогда люди, которые, очевидно, имели какие-то виланские, скажем так, впечатления, они начали пытаться переводить так называемые книги Григона, я о них скажу позже. Но дело в том, что они не знали старого ирландского языка, а этот язык очень сильно отличался от, так сказать, от вот этого велика, на котором они, так сказать, сейчас говорят. И все эти переводы были очень плохие, и они пришли прямо противоположным выводам, потому что это было в реальность. В частности, оттуда прошла ревенда об этом ирландском коммунизме, о том, что все они жили общинами, так сказать, у них все было общее, все делали между собой, и все такое прочее. То есть вся эта вот штука, которую выточнили от Юлия Цезаря, когда он описывал там германцев, вот как «Золотой век», значит, где у них тоже все общее, нет частной собственности, и все такое прочее. В XX веке за это дело взялись уже специалисты по старо-эрландскому. Они не были никакими либертарианцами и даже избиралами, тем более наркокапиталистами, они были просто специалистами в этом языке. И когда они начали переводить эти книги юбриконов, они увидели, что вообще говоря, дело обстоит прямо противоположным образом, что Ирландия – это страна, где все основывалось, начать кровавую систему, именно на частной собственности, там ничего не было, так сказать, государственного, потому что не было в нашей собственности. И в какой-то вот общественной, в нашем понимании, собственности, все, включая реки, озера, леса, находилось в разных формах частной собственности. Другое дело, что тех форм было очень много. История Ирландии, именно вот такая, где есть развитая материальная культура, это примерно 3000 лет. То есть мы можем себе представить, что 3000 лет это общество существовало благополучно для всякого государства. История, скажем так, уже более подробная, с письменными такими-то источниками, это с 5 века, с момента принятия христианства, скажем так. И тогда уже церковь, которая, скажем так, где была письменность, и вся вот эта культура снизвязана, вот, она уже дает нам источники о том, как проходила там жизнь. И история, как такие-то свободные владыки, закончилась в 17 веке. То есть, как минимум, с 5 по 18 век, это больше 1000 лет, это общество жило в длице, крое государство, как раз на себя чувствовало. То есть не всякая империя может поквастаться с толь длительным сроком жизни. Значит, основой вот этой системы политической страны сейчас был так называемый Туат. Туат — это объединение собственников, земли. Это люди, которые, ну, как правило, они жили, поживали вместе рядом друг с другом. А Туат, каждый Туат, в каждом Туате была своя юрисдикция. То есть этот чужак в рамках Туата не имел никакого. Кроме бардов и разных там отшельников. То есть святые люди, они как бы уседают и имеют права везде. А вот если вы из одного Туата попали в другой Туат, то считается, что никаких прав у вас нет. То есть это были собственники, которые решали свои дела через вот это вот общее собрание. И, если можно так сказать, во главе этого села был так называемый король. Это, скажем так, уже английский термин. Они всех считали королями, кого принимали за главного. Но на самом деле у него не было никакого суверенитета. Его можно было судить точно так же, как и любого другого члена этого сообщества. У него было, конечно, больше влияния, больше тракт. Мы об этом сейчас поговорим. Но, тем не менее, эти люди, это были скорее племенные лыжки. Племенные или клановые лыжки, это были в основном представители для того, чтобы вести переговоры с другими Туатами. Ну, это типичный, скажем так, вождь со всеми его возможными полномочиями. Но ни в коем случае не суверен, не источник, так сказать, права и не источник каких бы то ни было прав. Значит, Туате вы могли свободно выйти в него и войти. Для этого нужно было либо купить землю в этом Туате, когда установились его членом, либо, когда вы продавали и переезжали в другое место, тогда вы автоматически выбывали из этого Туата. То есть, вся эта система, их было где-то по разным источникам, видимо, в разное время от 80 до 180. В Ирландии, ну, сколько источники, еще раз повторю, разные, и показывают как бы в разное время, то вот примерно вот такие цели. Значит, вот эти короли, на самом деле так называемые короли, их было три вида. Значит, просто король, это король Туата, так называемый король королей, вот этот Умеркин, это король, власть которого признавали другие нескольких королей, и так называемый провинциальный король. Король, это король, который имел самые высшие, скажем так, полномочия. Что важно, что никакой вот иерархии и отношения массоветета между этими людьми не было. Они не подчинялись друг другу. Это просто, скажем так, уважаемые люди, которые должны решать вопросы. То есть короли решают вопросы на уровне Туата, король королей решает вопросы на уровне нескольких Туатов, а провинциальный король решает вопросы на уровне провинции, скажем так. Причем провинция, это не административная единица, конечно, а это какая-то историческая, больше такая штука. То есть это не феодальная система, это просто представители, лучшие люди города, которые решают, так сказать, всякие проблемы, которые возникают между Туатами. Чтобы сразу, так сказать, закончить с Туатами, тут надо сказать, что несмотря на то, что у них у всех была своя юрисдикция, право для всей Ахлантии было общим. То есть все эти люди пользовались одним и тем же правом и станет понятно дальше, почему и как это именно выглядело. То есть не было такого, что Туат принимал какие-то законы, которые отличались, словно говоря, от законов другого Туата, потому что Туат вообще никаких законов не принимал. Значит, все Ирландцы делились на две большие группы. Это свободные и несвободные. Свободные это те люди, кто владел землей, кто мог заключать контракты от своего имени или от имени мужа, если речь шла о женщинах. Все, кто имел места в ассамблее своего Туата и все, кто имел право провоться на этой ассамблее. Вот эти люди считались свободными. Все прочие рабы, они, так сказать, не имели внутренней градации, они просто считались не свободными. В рабство можно было попасть по разным причинам. То есть понятно, что это военно-предные правила, либо люди, которые там задолгали, и мы увидели еще другой механизм попадания в рабство, оказались несвободными. В свою очередь, свободные люди делились на три большие группы. Это короли, знать и простолюдины. И опять-таки, в свою очередь, каждая из этих групп делилась на ранги. То есть королей было три ранга, мы уже увидели, что это просто король, провинциальный актер и оверкинг. Семь рангов существовало для знати и семь рангов для простолюдин. Суть этой системы станет понятна немножко позже, она очень интересная, очень, на самом деле, работоспособна. Внутри этих рангов можно было двигаться, это не кастовая система, это не значит, что если вы родились в каком-то ранге, то вы, значит, и ваши потомки будете все время получить, там, так сказать, жизнь в рамках этого ранга. Точно так же, как и из рабства можно было выкупиться, и все решали в конечном счете, так сказать, ваши усилия и деньги, которые вы могли, либо не могли получить вашим трудом. Значит, движение по рангу происходило следующим образом. Нужно было соответствовать, скажем так, правилам, условиям того, что вы можете перейти в следующий ранг, да, то есть какая квалификация для этого нужна? У вас, вам нужно было иметь некое количество собственности, то есть ваше движение по рангу, это та собственность, которая у вас есть. Чем больше у вас собственности, тем выше вы можете претендовать на более высокий ранг. Причем, что интересно, что последствия будут, так сказать, только для ваших внуков. То есть если вы, допустим, там хорошо работали и накопили достаточно собственности, чтобы продвинуться по этой лестнице, то вы, скажем так, поддаете заявку на вступление, но только ваши внуки, если ваши дети сохранят это ваше богатство, да, только ваши внуки получат этот новый статус. Вот пример того, как эта система работала уже в другую сторону, потому что ранг можно было не только повысить, но и потерять. Причем, вот был такой низший, скажем так, ранг с гипостолюдинов, в Уйдир, который сам не мог действовать фактически, да, то есть вместо него действовал его лорд, он выступал около имени, вот, он должен был платить штраф из-за него, но с другой стороны получаете штрафы, которые были в пользу этого уйдира. Причем, что он, видимо, он не был несвободным, да, то есть он мог уйти от лорда в любое время, если только у него не было передних долгов, он должен был отдать ему две трети того, что он заработал. Вот, но тут важно, на самом деле, не только вот описание вот этого низкого статуса, сколько вот, следующий момент, самый низкий статус это был вот этот вот цинклид, то есть это фактически уже почти крепостной, то есть он передается вместе с землей, он учитывается, так сказать, как собственность, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и вот, он должен был служить лорду по его требованию, вот, и вот, заметьте, последнее предложение, что Фуидир, то есть предыдущий класс, мог стать вот этим цинклидом, если его семья оставалась в статусе Фуидира три поколения. То есть это явный стимул для того, чтобы парень, давай крутись, давай работай, потому что через три поколения твоя семья превратится в крепостный. То есть это явный стимул для того, чтобы двигаться по вот этой социальной лестнице все время вверх. Ну вот правовая такая максима, которая встречается постоянно в этих дигабригонах, что человек лучше своего рождения. То есть вы можете родиться кем угодно, но, в общем-то, вся ваша дальнейшая жизнь зависит от вас. То есть если вы способны своим трудом продвинуться по вот этой лестнице, значит, тогда все, кстати, хорошо. Даже если вы раб, вы можете выкупить себя из этого рабства. Ну и теперь нам сейчас станет понятно, зачем вся эта, собственно говоря, возняться этими рангами. Есть такая главная, главный элемент уландского права, это так называемая цена чести. То есть это то, что вам платят в случае покушения, так сказать, на ваши права в виде компенсации и то, что вы платите другим, если вы нарушаете их право. Это как бы, ну вот у нас есть, знаете, понятие минимальной заработной платы, которая везде выступает как единица от счета. Так вот, в уландском праве цена чести везде выступает как единица от счета для того, чтобы сказать, что вы можете делать, а чего вы не можете делать. То есть вы не можете присягать на сумму больше, чем сумму вашей цены чести. Вы не можете запрещать контракты на сумму больше, чем сумма вашей цены чести. А цена чести, в свою очередь, зависит от того, какова ваша собственность. То есть в чем тогда смысл продвижения по этим равным? Это большая свобода. Чем больше у вас собственности, тем больше вы можете давать в залог, тем больше вы можете брать в залог, тем выше ваша цена от вашей посяги в суде. То есть это вполне такая логичная система. То есть с точки зрения экономики она очень логична. То есть понятно, что если приходит какой-то нищий и говорит, я хочу заключить контракт на миллион, то в наших условиях нужно приложить массу усилий для того, чтобы проверить, а сможет ли он эти деньги вернуть и так далее. Здесь все очень просто. То есть какова твоя цена от чести? Почему? Потому что всегда ты будешь отвечать своим имуществом по сделкам. И если у тебя этого имущества нет, то все гуляет тогда. То есть именно вот эта вот штука, она отражена в этой системе цены чести. То есть практически все, что делалось в Ирландии, так или иначе было связано с ценой чести тех людей, которые вступали между собой в сделки. И от этой цены чести уже прицали различные итоги. Причем вы найдете там и доли, то есть половина цены чести где-то фигурирует, а где-то цена чести там умноженная на какие-то компенсенты. Но так или иначе это основа всей вашей деятельности. Вы даете, сколько можете дать, сколько у вас есть собственности, то есть то, что вы можете выставить в качестве гарантии вообще того, что вы дееспособны и правоспособны. Очень важным элементом мы еще рассмотрим тоже были поручители и посредники. И они тоже действовали в рамках вот этой самой цены чести. И таким образом собственность во всяких формах была основой юридического статуса Ирландца. Ну и то, что я уже говорю, что более высокий ранг это ваша способность выплатить более высокую цену чести, если вы где-то что-то сделали не так и нарушили какие-то правила, которые существуют.